Здравствуйте, с вами Ольга Новикова. И в этом видео вопрос-ответ мы отвечаем на вопрос Арсеньевой Татьяны о том, как увеличивать продажи в своем магазине. Первое, что я хочу сказать, если вы только открываете свой магазин, то вы обязательно должны подумать о месте, где будет ваш цветочный магазин. И желательно делать его на первой полосе, то есть желательно ближе к главным каким-то улицам, а не во дворах и не в домах. Ну а если у вас уже есть магазин, то вы можете просто проводить какие-то акции к праздникам. Ведь у нас цветочные праздники, они каждый месяц, поэтому каждый месяц даже хотя бы 4 раза в год проводить цветочную акцию, это будет уже большим плюсом для поднятия вашего бизнеса. Также вы можете проводить такие мероприятия, что когда, например, вы приглашаете человека, проводите какую-то акцию к празднику, и вам нужна какая-то дополнительная сила рабочая, вы можете приглашать молодых людей, которые, возможно, привнесут какие-то новые идеи в ваше творчество, в вашу работу, и тем самым вы поднимите или измените как-то ваш режим работы, да. Также вы можете сами обучаться. Это очень хорошая, даже не идея, это вообще нужно очень делать обучаться постоянно самому и по возможности обучать свой персонал. Только тогда вы будете всегда в тренде и сможете как-то развиваться дальше, и у вас появятся идеи о том, что нужно сделать, чтобы увеличить продажи. Если вы продаете одни цветы, вы можете увеличить ассортимент своего товара, какой-то сопутствующий товар добавить, либо что-то придумать, какую-то свою новую идею или фишку, какие-то визитки сделать, какие-то поздравительные открытки для букетов интересные, которые будут привлекать внимание, и тем самым покупатели будут довольны, когда будут приходить в ваш магазин. Также вы можете попробовать использовать разные фирмы, ведь на разных фирмах есть разные товары. Еще одна очень хорошая вещь – это подключать социальные сети, то есть вы создаете свой аккаунт в соцсети, если он у вас уже есть, это здорово, вы создаете дополнительные страницы, создаете группы ВКонтакте, в Одноклассниках, и тем самым приглашаете людей, и они видят, чем вы занимаетесь. Выкладывайте постоянно фотографии, ваши акции, и также, чтобы как-то раскрутить свои соцсети, обязательно можно новость о том, что у вас появилась группа, и вообще какие-то акции выкладывать в рекламных каких-то группах вашего города, например, в Подслушано, в каких-то общественных группах, где вас увидит больше людей. Я думаю, это видео было вам полезным, поэтому придумывайте, творите, и удачных вам продаж! Жду ваших вопросов под этим видео в комментариях, либо вы можете прямо сейчас нажать на эту кнопочку и там написать свой вопрос, и мы сразу же на него ответим в ближайшую субботу. Спасибо за внимание, с вами была Ольга Новикова, до новых встреч!